В свое начало следственный изолятор номер один, по-другому тюрьма Кресты, берет аж во времена правления императрицы Анны Иоанновны. Тогда на месте тюрьмы располагался Винный городок. Такое название он носил не из-за склада Вина, а в честь находившихся там виновников перед законом. Современно здание тюрьмы было построено с 1884 по 1892 год по проекту архитектора Антонио Томишко. Она долго считалась одной из самых суровых в стране и служила неким примером для других тюрьм. Своё неофициальное название Кресты тюрьма получила благодаря форме её двух главных зданий. Такое строение имеет практическую выгоду, из центра здания видны все четыре коридора. Однако в сети распространены слова самого Томишко, который утверждает, что такое строение имеет более глубокий смысл. У тех, кто оказался в крестах, есть два пути. Очистить свою душу через православный крест или поставить на своей дальнейшей судьбе крест, говорил архитектор. Существует легенда, что Антонио Томишко, построив тюрьму, обратился к тогдашнему императору Александру Третьему со словами «Ваше Величество, я для вас тюрьму построил», на что правитель ответил «Не для меня, а для себя». После чего архитектор был посажен в камеру номер 1000, которую не могут найти по сей день. Говорят, что его призрак до сих пор обитает в крестах. Кстати, Кресты стала первой тюрьмой в России, куда провели электричество. Кирпичные здания СИЗО строили сами заключенные, а в раствор добавляли куриные яйца, чтобы стены были крепче, их было не пробить, но можно было разобрать. Так, в 1946 году заключенный Волков несколько месяцев готовил побег, вытаскивая стены кирпичи и в один из них выбрался на свободу. Оказавшись в городе, Волков сразу направился в баню, однако в тот момент в ней парились надзиратели тюрьмы, которые задержали преступника. По некоторым слухам, кстати, сотрудники Крестов позволили заключенному помыться и уже после вернули его в камеру. Получился в какой-то степени такой российский побег из Шоушенка. Кстати, оригинальный фильм считается лучшим в истории человечества. Вообще известно всего о семи совершенных побегах, из которых удачными оказались лишь два. Первый удачный побег совершил Ленька Пантелеев, криминальная звезда бандитского Петербурга по кличке Фартовый. В 1922 году питерский налетчик с сообщниками подкупили надзирателя и с его помощью бежали. Совершенный побег группа отмечала в ресторане, куда приехала полиция. Вследствие перестрелки все подельники Пантелеева погибли, а сам он скрылся, получив ранение. Другой сложившийся побег произошел в 1969 году. Во время прогулки одному из заключенных удалось по решеткам забраться на крышу здания и оттуда преодолеть колючую проволоку, после чего скрыться по арсенальной набережной. Довольно просто для такой тюрьмы. Были и более творческие, что ли, подходы в совершении побега. В 1984 году двое заключенных сумели изготовить поддельное удостоверение сотрудников СИЗО. Документы были сделаны из подручных материалов, газет, фото из журналов, печати из личных дел, красные нити из носков. Заключенные переоделись в белые халаты и вышли через центральный вход. Однако этот побег нельзя считать до конца успешным, ведь на следующий день один из сбежавших вернулся с повинной, а заодно рассказал, где находится второй. В 1989 году рецидивист Датцешин, чтобы сбежать из крестов, решил подделать личность. Так заключенный договорился с другим арестантом-алименщиком, который вскоре освобождался. По уговору оба отрастили бороды и благодаря одинаковому телосложению стали весьма схожи. Однако вскоре после освобождения обман раскрылся, а Датцешина вернули в тюрьму. В 1990 году в кресты попал Сергей Мадуев по кличке Червонец. Своё прозвище он получил за то, что за такси всегда расплачивался 10-рублёвой банкнотой и не брал сдачи. Позже его прозовут последним бандитом СССР. В тюрьме с Мадуевым работал следователь по особо важным делам Наталья Воронцова. Это очень интересная история, послушайте её. Червонец сумел влюбить в себя сотрудницу. Наталья по просьбе заключенного пронесла ему пистолет, которым позже будет ранен офицер охраны. Однако побег не удался. Воронцова осудили на 7 лет лишения свободы, а Мадуева приговорили к высшей мере наказания – расстрелу. Но в то же время в России вводится мораторий на смертную казнь, из-за чего приговор заменяется на пожизненный. После, кстати, именно эта история вдохновит режиссёра фильма «Тюремный романс». Последний известный побег из тюрьмы Кресты произошёл 23 февраля 1992 года. Он считается «чёрным днём Санкт-Петербурга». В тот день семеро заключённых, среди которых были Юрий Шапранов, Зеленов и Юрий Перепёлкин, взяли в заложники два человека. Арестанты требовали оружия, деньги и самолёт в Швейцарию. В результате штурма спецназом трое беглецов погибло, остальные были задержаны. Однако Перепёлкин успел нанести смертельную рану одному из заложников. Кстати, именно в тот день у ворот тюрьмы дежурил Павел Шувалов, известный ныне как «Тулунский маньяк», нападавший на несовершеннолетних девочек, младшей из которых было 12 лет. «Тюрьма Кресты» также известна и тем, что в ней снимали легендарный сериал «Бандитский Петербург». В 2020 году на Netflix вышел документальный фильм «Кресты», рассказывающий о тюрьме в Санкт-Петербурге. Фильм уже успели раскортиковать из-за демонстрации неполной картины происходящего в СИЗО. Так журналист и правозащитник Зоя Светова, посмотрев фильм, высказала следующее. «В этом фильме всё достаточно примитивно, и если это фильм про российскую тюрьму, то правда о тюрьме здесь не половина и даже не треть, а какая-то очень маленькая капля. Настоящая правда осталась за кадром». По мнению журналистки, в фильме умолчали о пресс-хатах, поборах, о смотрящих, ворах в законе, их отношениях с администрацией, о многом другом. Изначально петербургская тюрьма задумывалась как одиночно – один человек в одну камеру, 8 квадратных метров, около 1000 заключенных. Однако в 90-е в камерах размещали по 18-20 человек на три спальных места. Заключенные того времени утверждают, что спали по очереди, в камеру заходили как в вагон метро, а питания практически не было. В некоторые года численность заключенных доходила до 12 тысяч, а однажды до 16, то есть в 16 раз больше. Сейчас заключенные говорят про те времена так. «Нам и не снилось, что сейчас есть. Мы бы тогда и не поверили, что пройдут годы и будет так, как сейчас». О тюрьме в Санкт-Петербурге высказался и Владимир Владимирович Путин. Президент указал, что издевательства над заключенными недопустимы, естественно, и рассказал о том, как лечат зубы в крестах. В 2007 году началось строительство «Кресты-2» на окраине Санкт-Петербурга, в Колпино. В 2017 году туда перевели заключенных. Новая тюрьма не только сохранила форму зданий, но и стала крупнейшей в Европе. Однако в августе 2019 года в сети появились фото и видео издевательств в новом следственном изоляторе. Правозащитники объявили, что в СИЗО функционируют пресс-хаты, в которых пытают заключенных. Федеральная служба исполнения наказания провела свою проверку, результатом которой стало множество нарушений. Так заместитель директора ФСИИН Валерий Бояренев сказал, «Подтверждаются факты избиения осужденных, факты вымогательств, денежных средств и факты преступной безответственности и превышения должностных полномочий со стороны сотрудников учреждения. На ютубе сейчас подобное показывать нельзя». С 11 на 12 июля 2021 года люди, живущие вблизи Кресты 2, запечатлели на территории тюрьмы беспорядки. В ту ночь из СИЗО доносились крики и удары, а из окон тюремных камер падало что-то горящее. На записи можно разобрать слова «Тут арестантов бьют». Официальной причиной произошедшему назвали финал Евро-2020, который заключенным разрешили посмотреть или послушать, а после финала предоставили 10 минут на выражение эмоций. Однако у людей, что неудивительно, появились сомнения. 18 июля члены Петербургской комиссии Елена Шахова и Роман Шершов посетили с проверкой Кресты и подтвердили, что поднявшийся там бунт произошел из-за избиения заключенных и невыносимой жары в здании тюрьмы. В ту ночь одним из арестантов удалось открыть окно, а просьбу закрыть его проигнорировали, так как читали молитву. После чего произошел неплановый обыск, во время которого заключенных избили. Вообще, раньше Кресты считали политической тюрьмой, в ней успели побывать многие деятели политики и культуры. Так, среди заключенных сезон номер один были Александр Керенский, заключенный в 1905 году, а после ставший главой Временного правительства. А тюрьмян отзывался так. «Я с благодарностью вспоминаю нелепом случае, приведшим меня сюда. Четыре месяца уединения за счет государства». Другим арестантом оказался депутат Госдумы при Николае II Владимир Набоков. Более именитым заключенным оказался революционер и большевик Лев Троцкий. С ним отбывали наказание Луначарский и Антонов Овсеенко. По обвинениям в сотрудничестве с иностранной разведкой, в Кресты заключали маршала Рокоссовского. Он провел в тюрьме 30 месяцев и пережил множество пыток. Так, Рокоссовский лишился семи зубов, сломал три ребра и за увечьи пальцев ног до конца жизни носил ортопедическую обувь. В течение двух лет у стен Крестов находилась писательница Анна Ахматова, навещая мужа и сына. А ныне напротив изолятора расположен памятник, посвященный поэтессе. Арестантами Крестов побывали также известные поэты, такие как Осип Бродский, Олег Григорьев, Николай Заболоцкий, актер Георгий Жонов и многие другие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok